Божаю здоровья, сыновные украинцы и украинцы. Какие результаты должны быть достигнуты в ближайшее время? Провел совещание с оборонным блоком правительства. Это Минстратегпром, министр обороны, команда министерства. Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение и устойчивое производство с четкой тенденцией к наращиванию нашего производства и снарядов. И техники в Украине вместе с партнерами. Работаем максимально, чтобы в этом году наши силы обороны и безопасности могли базироваться в значительной части своих действий именно на нашем украинском производстве. И чтобы враг это чувствовал реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое чувство. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных на чайе оккупантов. Должно стать нашей украинской силой еще в разы больше. И это будет. На каждое проявление российского террора, на каждую попытку России увеличить свое давление на наше государство, на наших людей, на наши позиции, будет наш адекватный ответ. В это время в Покровске, Донецкой области и Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины разбирают завалы. По состоянию на данный момент известны о гибели более 10 человек. И среди них дети, к сожалению. Мои соболезнования всем потерявшим, родных и близких. Удар россиян пришелся просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь, и Россия должна чувствовать, всегда чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями. И еще одно. Я хочу, как всегда, отметить наших воинов на передовой, каждого и каждую, кто на боевых постах, на боевых заданиях, кто сейчас в бою. Всех, кто помогает, волонтерит, тренирует. Всех, кто работает, чтобы спасти каждого раненого. Всем максимальная благодарность. И особенно отмечу сегодня украинских пограничников, которые вместе со всеми воинами сил обороны и безопасности сражаются на фронте и защищают наше государство, нашу независимость. И которые проявили себя очень эффективно именно в эти недели, перед Новым годом и сейчас. Харьковские и Краматорские пограничные отряды. Благодарю вас, воины, за вашу стойкость. В частности, штаб-сержант Валерий Бугор и капитан Иван Таран. Бои на Бахмутском направлении, Марьинское направление, Житомирский пограничный отряд. В частности, старший сержант Алексей Шлопаков. Спасибо за отвагу и меткость. Воины бригады «Стальной кордон», Купинское направление. Очень интенсивные бои и очень важные результаты у наших ребят. Солдат Михаил Савченко, младший сержант Богдан Качковский и старший сержант Евгений Гладков. Молодцы. Слава всем, кто сражается. Слава всем, кто прибавляет свою силу к силе нашего государства. Слава Украине! Слава Украине!